Добрый день, меня зовут Белявов Сергей, это седьмое видео о примере консультации по составленному 31 мая 2021 года. Сейчас мы поговорим о выплатах с единонакопительным пенсионного фонда. Именно в классическом понимании выплаты. Не использование, когда вы переводите деньги на лечение, на улучшение жилищных условий, перевод в инвестиционную компанию. Речь идет о прямой выплаты. Если вы достигаете пенсионного возраста, что вы имеете право взять? Мы вносим документы, сумму ваших пенсионных накоплений из выписки о пенсионных отчлениях с инвестдоходов. Выписка выглядит совсем по-другому. Если выписка о пенсионных отчлениях выглядит вот так, горизонтально, обратите внимание, она горизонтально расположена. Сейчас я уменьшу. Видите, она выглядит горизонтально. Это выписка о пенсионных отчлениях. В конце выписки есть только суммы перечисленных пенсионных взносов за весь период участия в вашем накопительном пенсионном обеспечении. А есть выписка с инвестдоходов. Видите, она выглядит совсем по-другому. Вот так она выглядит, она вертикальная. Вот так вот она выглядит. Здесь показывается сумма всего накопления. Она может быть больше, может быть меньше. У кого-то может быть оформлен пенсионный аннуитет и так далее. Здесь обязательно указывается сумма инвестиционного дохода. Здесь такая есть. И кроме этого показана еще доходность за какие-то года. Вот так отличается выписка. Итак, с этой выписки мы берем и заполняем данные. Сколько у вас накоплений. Например, в данном случае у Татьяны Сергеевны был 1 миллион 938 тысяч 400 инге. В соответствии с постановлением правительства выплата осуществляется в размере 6,5%. То есть мы эту сумму, 1 миллион 900, давайте посчитаем, чтобы вы следили за этим. 1 миллион 938 тысяч 400 инге 0,1 тын. Умножаем на 6,5%. 6,5%. И получается, что человек может получить в год только 125 тысяч. Вот видите, 125 тысяч 996 инге. Если мы эту сумму разделим на 12, то в месяц он может получить только 10 тысяч. Математически. Но в постановлении правительства указано, что человек меньше чем 70% от прожиточного минимума получать не имеет права. То есть у меня здесь есть в таблице проверочная сумма. Например, в 2021 году прожиточный минимум 34 302 инге. Умножаем на 70% и получается 24 011 инге. Давайте проверим. Берем на калькуляторе опять. 34 302 инге. Умножаем на 70%. Получаем 24 011 инге 40 тын. Ну, потом это умножается до 12. Вот эту сумму выплачивается. Если бы у человека было больше, ну, давайте добавим еще один ноль там. Не миллион 919 миллионов. Обратите внимание. Тогда выплата будет 104 тысячи. Если у человека сумма небольшая, то, соответственно, выплата будет 70% от прожиточного минимума. Так это считается. Считается это предельно просто. Если у человека достаточно накопления, тогда можно оформить пожизненный аннуитет. То есть, вот эти деньги с пенсионного фонда вы можете получать, но эта сумма ограничена максимумом до какого срока вы будете получать. Это примерно при таких накоплениях, видите, 6 лет. Но когда мы человеку рекомендуем доплатить пенсионное отчисление, чтобы у него был больше доход через ИПН, через трудоустройство новую работу. И эти отчисления попадут. Посмотрите, как они выглядят здесь, в таблице. То есть, у нас есть тоже таблица выплата пенсионных аннуитетов состоит из двух частей. Фактические данные и возможные накопления. То есть, вот эти 97 тысяч, которые человек доплатит, для того, чтобы у него был максимальный доход. Они прибавляются к вашим накоплениям. Вот было у ней 1 938 плюс 97 тысяч, получилось 2 035 тысяч. И также производится расчет. Если будут накопления больше доплачены, например, не 48 500, а 485 тысяч, смотрите, что происходит. Выплата увеличивается. А размер выплаты из единого, то есть, накопление увеличивается. А размер выплаты из единого пенсионного фонда не меняется. Почему? Потому что накоплений не так уж много. Сейчас мы все вернем назад. Да? Вот вернем назад. Выплата остается такой же. То есть, мы прогнозируем. Если у человека высокие накопления, тогда мы можем предложить пенсионный аннуитет. Пенсионный аннуитет это уже пожизненная выплата. Но не с единого накопительного пенсионного фонда, а со страховой компанией. И это мы можем предложить. Но здесь есть особенность. Пенсионный аннуитет нужно купить. А для этого должны быть деньги. Деньги или собственные. То есть, накопленные единого накопительного пенсионного фонда. За счет обязательных пенсионных взносов. За счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. И за счет обязательных добровольных пенсионных взносов. Три источника есть. Если у человека есть только Обязательные пенсионные взносы И добровольные То для женщины Сейчас я возьму Перейду к 60 годам Вот в 60 лет У женщины должно быть накопление 7 453 100 тенге В этом случае может быть оформлен пенсионный аннуитет У мужчин же в этом случае должно быть накопление всего лишь 5 915 200 тенге Почему? Женщины живут дольше Потому что они ухаживают за собой Они заботятся о себе Они не совершают Меньше совершают глупых поступок Например, меньше пьют, меньше курят Вовремя ложатся спать и так далее То есть они заботятся о себе Но это здорово, потому что они заботятся не только о самой себе Больше о детях, о продолжении рода И поэтому вот эта забота о своей собственной жизни Для сохранения жизни окружающих Приводит к тому, что женщины живут дольше Мужчины живут меньше Поэтому, соответственно, чтобы оплачивать пожизненно ваше содержание Страховая компания требует от женщин больше накопления У мужчин меньше, потому что они проживут, скорее всего, меньше Они больше подвержены рискам Ездят на автомобилях Участвуют в каких-то политических событиях И так далее И так далее Сокращают свою жизнь как могут Поэтому мы можем предложить и пенсионный аннуитет Выплата Сравнение выплаты Это выплат с единонакопительным пенсионным фондом И с аннуитетной компанией У меня есть на моем канале Можете посмотреть это видео отдельно Итак, мы делаем выплаты Прогноз выплаты с единонакопительным пенсионным фондом Что мы в итоге сделали с вами Мы посчитали стаж И как участвуют дети В стаже в советском и казахстанском Мы посчитали казахстанский стаж по пенсионным учреждениям С учетом детей Мы посчитали доход И предложили увеличить доход Чтобы получить больше пенсии И сделали прогноз Выплаты пенсионного фонда С учетом дополнительных пенсионных взносов Чтобы повысить свой доход И вот у нас вот эта первая таблица Она и рассчитывается Фактическая пенсия И возможная пенсия Фактическая пенсия Когда у человека невысокий доход Среднемесячный Неподтвержденный трудовой стаж Приводит к тому, что пенсия может быть начислена В данном конкретном примере 43 тысячи Если доход будет повышен Если стаж будет подтвержден То пенсия может составить 77 тысяч То есть разница в 34 тысячи Это хорошие деньги Если у человека Хороший общий стаж То да, на базовую пенсию Это меньше влияет Но часто встречается то Что советский стаж неподтвержден Он влияет и на базовую пенсию И это огромная проблема Выплаты пенсионного фонда Как правило остаются одинаковые Единственное, если у человека Маленькие накопления То соответственно выплаты будут 100% сразу И мы всегда Каждому человеку По итогам нашей консультации Сдаем рекомендации Что нужно сделать И когда сдавать документы На пенсию Мы хотим Чтобы вы Живя В Казахстане Воспитывая детей и внуков Любили эту страну И были материально обеспечены Потому что Только материально обеспеченный человек Доволен собственно страной Доволен своих детей И мотивирует детей Любить эту страну И оставаться Жить в этой стране Давайте жить богато Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому